Участие в любых соревнованиях всегда вызов себе, особенно для взрослого человека, особенно когда спорт не основной вид деятельности. Марафонские и сверхмарафонские дистанции бегом, сверхдлительные велопробеги – все это занимает целеустремленных, выносливых людей, для которых достижение цели – это образ жизни. Ironman – эти соревнования известны в кругу причастных к спорту людей. Это некий рубеж, о котором мечтают многие, но преодолеть осмеливается не каждый. Глобально подготовка происходила в течение всей жизни. Интенсивно к Ironman я начал готовиться за месяц до него, но опять же, на велосипеде я катаюсь с 15 лет, бег я тоже в принципе люблю. Вот месяц у меня вышел на плавание и подготовку организма. Бросать самому себе вызов – привычное дело для Дмитрия. Спорт в его жизни был всегда – турники, велосипед, бег. Самостоятельно разработав подход к тренировкам и рассчитывая на свою недюжинную выносливость, наработанную годами, спортсмен преодолел 4 километра в открытой воде, 180 километров на велосипеде и 42 километра бегом за 15 часов. Около шести раз у меня включалось второе дыхание. На дистанции нельзя увидеть, кто сошел из спортсменов, потому что, грубо говоря, находитесь все далеко друг от друга. Но я видел, как четверых людей на лодке из воды вытаскивали на берег двоих спортсменов. Один спортсмен на велоэтапе ехал весь окровавленный, одного увозили на скорой. То есть народ как-то сходил, и когда я это видел, у меня еще больше было чувства того, что надо заканчивать все, достаточно. Между тем, дистанцию Дмитрий завершил. Длительные пробеги и заезды на велосипеде появились в жизни мужчины несколько лет назад. Впервые он решил пробежать до Финляндии. И под эгидой благотворительного фонда не только бежал, но и привлекал внимание людей к донорству костного мозга. Среди личных достижений велопробеги до Крыма – Казани и Мурманска. При этом основная деятельность Дмитрия творческая. Он фотограф и художник. Его абстрактные картины можно увидеть в частных интерьерах и в различных заведениях нашего города – в галереях Крыма, Лондона и Сочи. К тому же Дмитрий – профессиональный фотограф и его работа – это быть в моменте, проживать каждое мгновение на всю. Марина Ковисарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».